Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Ещё зимой я обещала рассказать о своих любимых сортах огурцов, о тех, которые я высаживаю и выращиваю ежегодно на протяжении многих-многих лет. Вообще огурец является одним из самых распространённых овощей на наших огородах. По статистике он занимает второе место после томатов. Конечно, мы знаем, что огурец содержит 96-97% воды. Все считают, что там в нём вообще одна вода и очень мало различных питательных веществ. Но именно эти минимальные количества вот этих веществ действуют на наши органы вкуса, обоняния, через них на органы пищеварения. И вот эти сложные органические компоненты огурца играют важную роль в обмене человека. Ну и просто они вкусные, салаты особенно первые. И сейчас я расскажу о тех огурцах, которые выращиваю я. Я вот вам уже рассказывала про зазулю, который идеален для теплиц. Но я сразу же в том же видеоролике говорила, что я его для засолки не использую. Мне не нравится он в засолке. И хотя и говорят, что здесь плоды пригодны для засолки, они быстро делаются мягкими. Они, конечно, не такие, как мелкие. Для засолки я использую другие. У меня вот два любимых сорта. Настя и внучок. Это, конечно, гибридные сорта, потому что я использую их в теплице. И, начиная садить рано, в то время еще нет пчелок. Сейчас я вот вам так поднесу поближе, чтобы видно было. Про каждый сорт я расскажу в отдельном видеоролике. Вот сейчас буду говорить только про Настю. Про внучок буду говорить потом. Настя, портонокорпический, очень ранний, урожайный, без горечи, хорош для засолки и в свежем виде, без пустот, устойчив к болезням. На обратной стороне у нас написано. Очень ранний портонокорпический гибрид универсального грунта, самоопыляемый, отличается долгим периодом плодоношения. Гибрид устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости, настоящей мучнистой росте, толерантен к ложной мучнистой росте. Растение среднеплетистое, зеленец крепкий, хрустящий, мелкобургорчатый, ярко-зеленый, овально-цилиндрической формы, масса 70-90 грамм, длина 6-8 сантиметров. Соотношение длины к диаметру 2,9 к 1. Не содержит горечи, вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Ну, про агротехнику всё как обычно. Замачиваем, высеваем. И если вот в том случае, когда, как я, выращивать в теплицу через рассаду для получения раннего урожая, то, конечно, вы высчитываете, высаживать можно при температуре, когда теплица будет прогреваться до 20 градусов, за, высаживаем рассаду 20-25 дневную, значит, за месяц до высадки начинаете, за месяц, за месяц и неделю начинаете проращивать семена, высевать в стаканчики. Вот почему именно Настя у меня осталась на долгие годы в моей теплице? Потому что, вот смотрите, сейчас покажу, гибридов очень много. Вот если мы посмотрим вот на этот гибрид, видите, вот этот, например, огурчик, они чуть позрослев, они делаются как пузатенькими, как бочонковидными, особенно вот эти все корнишонного типа. Я не люблю бочонковидные огурчики, я люблю именно вот такие, чтобы они всё время были длинные, как пальчиками. Вот эти тоже, Настенька, она долго не старится, ну как, даже если вы не будете собирать, как положено, там, раз в два, в три дня, ежедневно даже некоторые собирают, он увеличится в размере, но бочонком он не делается. И, конечно, про засолку, очень хорош в засолке, всё, что написано, производителям заявлено, всё это подтверждаю. Пустот не образует, никакой горечи никогда я не встречала на этом огурчике, и, как объяснить-то, чем он хороший. И вот это вот, как я начинаю рано насадить, его высаживать, всё лето будет плодоносить, и у него нет никогда ни уродливых, ни каких-то, ни крючков, ни там сильно переросших. Вот видите, вот такие огурцы, всегда стандартные, всегда зелёные, всегда молодые, очень долго сохраняют свою молодость, вкус, свежий вид. Всё, вот этот был краткий видеообзор огурца Настя. Конечно, все огурцы можно разделить на несколько групп. Я вот рассказала вам уже, вот городской огурчик, это одна группа. Те, которые очень редко мы садим, это выращивают те, кто на балконе, побаловать ребёнка. Конечно, мало у кого возникнет мысль вот такие пальчиковые, единичные выращенный огурец засаливать. В засолке он не очень хорош, он уступает всем остальным. Вот эта первая группа, это как экзотика. Побаловаться, ребёнок, чтобы посмотрел, пообщался с растением, посмотрел, как растут огурчики, если у вас, например, на подоконнике он вырастет, или даже на балкончике где-то, если у вас нет участка. Вот это самая малочисленная группа, мало кто этим занимается. Потом идёт чисто тепличная группа, вот зазули, апрельский, майский, которые длинные, такие 20, даже 22-25 сантиметров вырастают, они берут свои массы и хороши тем, что весной, когда вот самая-самая такая активная потребность в зелени, в витаминах, они быстро наращиваются. Есть разница, или вот он 22 сантиметра вырастет, или вот эти маленькие 8-10 сантиметров. Конечно, таких нужно будет много. Много их потом, массово, когда они вырастут, лучше использовать в засолку. Этот для засолки я не использую, вот для весенних салатов массовое такое употребление в свежем виде. Потом следующая группа идёт, конечно, это вот наши тепличные гибриды, которые всё лето мы используем, можно и посолить, можно и... Вот идёт потом вот такой гибрид. Ну и потом, конечно, у кого есть огород, сейчас покажу, это пчела опыляемые, вот это чисто засолочные, старинные сорта русские, нежинские, вот бочковой засол, монастырские. Я в прошлом году такие не садила, у меня уже нет маленьких участок, но у кого большие участки, вот для засолки идеальный вариант. Пчела опыляемые, сортовые огурцы. Вот, когда будете выбирать огурцы, постарайтесь, но если вы не будете на балконе выращивать, чтобы один был сорт вот такой, один вот такой, и если есть место, вот такой. Можете, если много места, например, по два, по три сорта на пробу. Всё, до свидания. В следующем видеоролике расскажу, опишу огурец внучок. Тоже много лет его выращиваю, очень хороший.